Всем привет! Сегодня я расскажу, как я ехал сначала на Мертвое море, а потом на Красное, через Палестинскую автономию. Ну, туда есть несколько путей. Ну, самый простой, это через первую трассу мимо Иерусалима, далее поворот направо и вдоль Мертвого моря погнали. Но там часто бывают всякие пробки, поэтому вот решил проехаться так. Второй вариант, это по сороковой трассе в сторону Бершевы, а затем налево в сторону Арада, это столица промышленности Мертвого моря, там все эти соли расфасовывают, упаковывают, ну, короче, приводят, доводят их до ума. И вот третий вариант, это по пятой трассе в сторону Ариэля, такая более живописная дорожка, конечно, ну, более необычная, скорее всего. Это как бы через Палестинскую автономию. Это вот сделали сейчас пятую трассу, это новая трасса. Раньше она была вот с левой стороны параллельно этой. Но там были приколы с арабами, тихие мирные арабы, которых угнетает Израиль, могли тупо ехать на машине и из машины кидать камнями в другие машины. Вот у меня знакомая так получила по голове каменюкой. Слава Богу, дело обошлось только пластикой. Так что все нормально. Где-то до 2002 года, по-моему, на той старой дороге, вдоль дороги собиралась куча арабов, торговали всем, чем можно. Там и фруктами, и мясом, всякие там гаражи для по ремонту машин, тоже магазинчики, где можно покупать инструменты, автокомплектующие, мебель, все что угодно. Туда были такие дикие пробки в шаббат, из евреев, естественно. Там, короче, можно было, например, купить килограмм, вместо килограмма овощей, ящик овощей или фруктов, то есть намного дешевле, и с мясом та же фигня. Но кому-то это, наверное, стало невыгодно. Ну, это чисто мое мнение. И тогдашний такой арель Шарон был. Он тогда был премьером или не был премьером? Ну, он всегда близко к власти был, такой харизматичный чувак. Вот арабы возмутились, что он там какие-то их святыни посетил, и, как сказали, не помыл ноги. Я, честно говоря, ни в иудаизме, ни в исламе ни черта не понимаю, куда там надо зайти, чтобы ноги помыть. И вот они там сильно возмутились, началась пентифада. То есть вопрос такой, это типа на усмотрение, риторический. Ищите, кому выгодно. То есть все вот эти вот магазинчики, дорожки к этому такому рынку нафиг заблокировали, и арабы туда не смогли проходить торговать, евреи не смогли там покупать. То есть, видимо, сделали так, чтобы деньги оставались в Израиле, нехрен арабов кормить. Или просто какая-то тупая политика, что идите нахрен, наша земля и так далее. То есть, решайте сами. Ну вот, закрылась, интифада, взрывали автобусы и так далее. И вот лавочка прикрылась. Вот сейчас скоро будет такое КПП. Куда свободно можно заехать. А вот обратно нифига. Там проверяют каждую машину, документы и так далее. То есть, у арабов таких, не граждан Израиля, а именно палестинских арабов, которые в автономии живут, у них особые такие зеленые номера, белые с зелеными цифрами. И есть зелеными номера с белыми цифрами. Это для таксистов. Вот сейчас последние поселения. Вот здесь это поворот направо, это туда в сторону бывшей дороги. А прямо это мы поедем к Ариэлю. Вот таксисты на зеленых номерах с белыми цифрами. Их уже сюда не впустят. Так что вот такая вот лафа. Хотя там им и нефиг делать. Ни один нормальный человек в них не сядет. Ну, еще такой вот момент. То, что сейчас говорят там Палестина, Палестина. Вот, кстати, КПП. Вот оно такое. Сейчас я... Не, ну тут есть такие лежачие полицейские, что надо скинуть немножко скорость. Но тем не менее я гоню, мне по барабану. Вот оно. А обратно вон очереди несколько полос. Там их солдаты, менты проверяют, чтобы не просочились всякие ребята нехорошие. Вот. Вот такая вот фигня. Но я гоню, и мне это по барабану. Ну, еще раз. Что такое это палестинская автономия? Вот перед вами карта Израиля. Вот внизу, слева, газа написано. Вот это одна часть автономии. А по центру, где Иерусалим, с севера и с юга, это вторая автономия. Там, где сидит чувак, который вместо покойного ясера Арафата. А вот именно в Газе захватили власть камазовцы. Это, короче, такие отморозки, Аллах Акбар конкретный. И вот они, вот недавно это учудили, 7 октября, этот пипец. Так что я сейчас еду именно вот сначала в северную часть, потом в южную. Вокруг, ну, я как бы объезжаю Иерусалим. Буду ехать там недалеко от столицы этого нормальной автономии. Ну, как нормальной? Там творится пипец, как всегда, в этой в Газе. Хорошие арабы вон вылезли, резали детей и так далее. Потом Израиль нанес ответный удар. Эти уроды прикрылись детьми, стреляли под живым щитом, с жилых районов. Естественно, погибли мирные люди. Причем, как всегда, жертвы среди мирных завышены. Вон там по больнице, по больнице туда стрельнули. Ну, и все орали, там она разрушена. Там вообще куча там трупов, там даже куски трупов валяются. Оказалось, что ракета попала не в больницу, а на парковку. Потом есть эта фотка этой больницы, где, естественно, она там почти целая. Никаких там трупов не может быть. И самое интересное, что эта ракета была выпущена исламским джихадом с сектора Газа. Ну, поскольку мозгов у ребят нету, они какой-то там из говна и палок соорудили, назвали это ракетой. Такая продукция автоваза, блин. Вот. Вот туда я ехать не хочу. Я как бы уже обратно ехал, где-то за неделю. Перед судным днем, тот же самый день, когда начало судного дня. Я не знаю, это сделаю отдельное видео. По пустыне Араве. Очень такая красивая пустыня. Ну, а тут вот такой вот, как бы, лунный ландшафт. Но все равно же, тут живут люди. Как бы дайте людям жить. Подведите инфраструктуру. В первую очередь, воду, электричество. И они будут жить где угодно. Только не мешайте, как минимум. А если еще поможете, так вообще. Расцветет страна, как Израиль расстрел. Если не будут воевать, не будет желания всех убивать. А вот строить, пожалуйста, нет проблем, стройте. Вот. Но это такая еще нормальная палестинская автономия. И самая нормальная. Вот здесь по центру. Там на север. Может быть, слышали этот Джанин, Наблус. Вот если полиция какая-то останавливает араба, он, в принципе, не может попасть на территорию нормального Израиля. Даже в тех районах. Я там когда-то проходил армейские сборы. Делали там КПП, патрулировали. Если араба пропиской в Джанине не останавливали, его сразу, типа, в службу. Блин, как это будет по-русски? Ну, типа, в КГБ что-то такое. Сразу для проверки. Никаких посмотрели, отпустили. Вот. А там, типа, тоже можно, могут и бошку отрезать. А тут, ну, тут случаются иногда тоже приколы. Потому что, вот, например, Израиль и Египет дипломатические отношения. Можно, например, из Элата, если у тебя есть загранпаспорт, прийти по Египту погулять. Но вот, после начала вот этой вот антитеррористической операции в Газе, какой-то там египетский мент застрелил двух израильтян. Просто потому, что они евреи. Вот. Логика железная. Это миролюбивый ислам с, как-то, всепрощающим Аллахом. Я не знаю, как. То есть, при приеме в полицию должны как-то его там проводить какие-то тесты. Типа, через дурку там пропускать. Нормальный, он ненормальный. Ну, вот. Наверное, прошелся эти тесты. Но, поскольку ислам в голове, вот такая фигня получается. Так что, я даже не знаю. Вот, если, например, есть израильские арабы, у которых есть израильский паспорт. Он там только единственное, что по номеру отличается как-то. Я особо это не понимаю. Там есть разные паспорты. Паспорта все одинаковые. Но у них первая цифра разная. Кто где родился и так далее. Так что, вот, со мной работают арабы. Там вот я выкладывал недавно видео, короткое шок, которое... Там такой прикольный чувачок. Он там молится прямо на работе. Никто его не трогает, никто ничего. А пойди помолись. На арабских территориях отрежут бошку. А сейчас, наверное, вообще пипит. Ну, единственное, что такой прикол, что вот в Газу и в такую вот то, что южнее Иерусалима, вот те территории, туда, как бы, нормального израильтянина туда не пустят. Потому что сначала Израиль, а потом и арабы поймают. Ну, единственное, что, конечно, есть там всякие лазейки. Вот я ездил на Рождество туда, в бывший Вифлеем, сейчас это называется Бейтлехем, типа Дом Хлеба. Почему так, не знаю. Вот даже экскурсоводы говорили. Ну, я с русской экскурсией ездил. Если у вас просят паспорт, скажите, забыл гостиницу или что-нибудь в этом роде. Там придумайте название гостиницы, проверьте по дороге. Типа создавать легенду. Ну, проехал я там. Ну, у меня рожа загорелая, там какой-то араб там спросил, там. Я, типа, не понимаю по-английски, не понимаю, не айврите, давай только по-русски. Ну, отстал. Ничего, нормально. Не знаю, что было бы, если поймали. Ну, вот. А это вот, эта часть, наверное, самая мирная. Вот сейчас едем такой, ну, не знаю, это лунная ландшафта, наверное. Можно так с натяжкой сказать. Все-таки какая-то зелень есть. И, кстати, вот сейчас приближаемся к Ариэлю. Такая промзона Ариэля. Там, ну, вот, такой есть баркан. Не знаю, какая-то деревня, поселок. Поселок какой-то там непонятный, там, зона баркана. Там что-то шлепают заводы. Не знаю, раньше был тут консервный завод. Вот европейцы, там, правозащитники, вся вот эта хрень. Бойкотировали товары, которые произведены вот на этой территории. Ну, израильтяне тоже не идиоты. Они как-то готовят эту продукцию, перевозили в Израиль, на территорию нормального Израиля, которым нет вопросов. И там наклеивали другие этикетки, что оно, типа, произведено вот там. Такое, типа, как параллельный импорт России. Так что это, то, что там Россия придумала, это не какое-то новое изобретение. Все изобретено давно. Ну, что сказать. В этом Ариэле есть университет. Израильское образование, я чёрт его знает. Оно как бы котируется, но... Что будет, если чувак, который закончил университет в Ариэле, в этой оккупированных территориях, как якобы, какая у него там перспектива где-то трудоустроиться в Европе? Вот. Вот сейчас мы приближаемся к Ариэлю. Это такой, по-моему, тут единственный город. И немаленький город, который имеет статус города. Я там, кстати, друзья живут. Ярослава, если смотрите, вам привет. Если смотрели у меня короткие видео, там есть... Такие видосики с Хаски. Вот они там живут. Так, о чём я? Вот сейчас... Приближаемся к Ариэлю. Уже такая... Узел. Тут уже можно попасть сюда из... Арабских территорий. Ну, и вот время от времени вот тут иногда устраивают такие мини-теракты. Кто-то там что-то взорвал, но мозга уже нормально взорвать нету. Что-то у него там толком не получилось, слава богу. Хотя, чтобы взорвать и уничтожить, это действительно мозги нужны и хорошие. Нет, чтобы учиться, да, работать так ни хрена. Это как бы не наш путь. Только разрушить. И потом вот ребята на весь мир трубят. Что-то сделали, получили по тыкве. И сразу ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какие мы бедные, несчастные. Как нас евреи ненавидят. Ну, вот, тем не менее, пока они ничего не делают, им дают все условия. Живите, работайте. Как бы, когда сюда евреи приехали, здесь тоже вот такое вот дерьмо было. Ну, евреи как-то там, еврейские общины со всего мира им помогали. Что-то там кто-то устраивал. Например, город Натания. Я не помню, как чувака фамилия, но звали его Натан или Натан. Ну, как разным. Вот он дал бабок, и сделали Натания все с него. Не знаю, это кому-то надо, типа, дайте бабок, мы сейчас тебя город назовем. Ну, вот. Я не знаю, в чем проблема этим нефтяным шейхам дать денег палестинской автономии. Пусть строят города. Пусть у этого долбаного Хамаса там бюджет миллиарды долларов. Вложите, блин, в экономику. В чем проблема? Сделайте нормальные дома. Так нет, надо только ракеты шлепать и виллы для своих начальников за границей оплачивать. Они там не думают, что в Лачугово где-то живут. В Катаре не так все дешево. Вот. Сейчас я немножко так пропущу такую дорогу, менее более однообразная. Посмотрим, что там дальше. Ну, вот, приближаюсь к главной изюминке этой части. Такая интересная сейчас будет смотровая площадка. Если в воздухе как бы мало песочка, то вид красивый, конечно. Сейчас. Тут есть такие джигиты. Вылетают нафиг и не вписываются. Слава Богу, есть отбойничек. Он такой покасательный, царапает почину и машину держит. С правой стороны такая пропасть. Если аккуратненько ехать, ничего не нарушая, то никаких проблем. Кому давить на бошку, то справа пропасть. Едьте правильно. Это касается всех. Едьте правильно. Но кому больше давит, едьте помедленнее. Тут, конечно, джигиты начинают сзади там сигналить, моргать фарами. Но положите на это дело большое и толстый и спокойно езжайте. Жизнь одна. Тут, к сожалению, у меня где-то пропало это видео со смотровой площадки. Ничего-то почему-то не сохранилось. Я снимал и на фотоаппарат, и на телефоне сейчас. Но тут как бы стандарт. Примерно такой же ландшафт, только с высоты. Вот эта смотровая площадка. Пойду, пройдусь. Тут жарко, естественно, но чуть-чуть потерпеть можно. Отсюда немножко даже видно. Главное припаркать. Ну, а мы продолжаем дорогу. Вот товарищ через сплошную обгоняет джагид хренов. Естественно, угадайте, вот он. Это даже не араб, это может он, конечно, араб, но израильский. Джагид один, черт. умрет, если не пропустит. Ну, вот такой ландшафт особо не меняется. Какие-то непонятные верблюжьи колючки. Тем не менее, тут в окрестностях живут люди. Так что не так все плохо. Дорожка опять петляет, такой спуск. Тоже не советую тут гнать. Аккуратненько вписываться в повороте. Жизнь одна. Видите, впереди такой ландшафт, пустыня. Тут еще не совсем песок. Тут прикольно лететь самолетом из Израиля из Израиля туда-то, туда, в Эмираты, например. Прикольные видосы. Пустыня с элементами таких. Ну, оазисом это не назовешь. Кустики такие, это не оазис. Вон, впереди какой-то, не знаю, есть глинозем, серозем, это какой-то мелозем. Ну, вот, как бы, такой. Тут особых достопримечательностей нету. Вот тут раньше небольшое КПП было, что-то его забросили. Тут сбрасывают скорости залежащих полицейских. Я думаю, сейчас во время этой войны там стоят ребята. потому что они арабы тут мирные. черт так знает, что они в голове. Ну, вот, тут уже поселения какие-то. Тоже вон такая бойница одиночная. Чуть что, закрыть дорогу. Ну, это уже больше похоже на пустыню. и гоним. Квитофоров тут нету. Ну, я не знаю, мне как-то по душе более такие северные дороги типа Норвегии. Ну, а тут все выжжено. В гробу я видал тут жить. В принципе, с кондиционером, конечно, можно, но надо кондиционер себе на плечах носить, если такое существует. Опять же, повторюсь, жить тут можно. Вон, попадаются время от времени такие плакаты, что тут где-то такая-то воинская часть. я не думаю, что это какая-то тайна для кого-то, если плакаты убрать, что типа демаскировка. Ну, не знаю, для чего поставили, чтобы, наверное, солдаты не заблудились. Тут такая армия интересная. Не так, как в Союзе. Здесь вот, например, я вот был, ну, не здесь, немножко южнее. Потом покажу. на патрульных джипах катались. Типа свою смену отпахал. Если приехал на своей машине на базу, можно в нее сесть и куда-то поехать. Но ты обязан вернуться на свою смену. Вот такая интересная армия. Если служат солдаты в городах, ну, тут у всех разные варианты службы. Не так, что два года или три года и все. Некому полтора года и два с половиной. В зависимости от обстоятельств разных. От армии тут не косят. Потому что если ты служил от армии, тебе куча льгот. Плюс после дембеля можно и бабки получить. И так далее. Но если только боевые части, льготы при поступлении, много каких плюшек. армию тут полят и лелеют. И даже сейчас война дебильная. Это не так, как в России, что кто в Грузию, кто в Армении, кто там еще куда-то текает от мобилизации. Тут наоборот, были где-то за границей по каким-то делам, бросают все и возвращаются в Израиль. Тут нет такого, что тебя где-то там отлавливают во всех и тащат за уши на фронт. Тут такой патриотизм на каждом шагу. Есть еще такой момент, типа повестка номер восемь. Вариант там не знаю как это перевести на русский язык, но вот так именно что повестка и восемь. Тебе звонят явиться и все. Ты взял и явился. И не улетаешь там куда-то чтоб не явиться. Вот. Вот тут видите такой это уже конкретный мелозем. Сейчас мы так спускаемся так медленно но верно нет такого что по прямой спустился на 90 трассу и повернул. Ну вон какие-то поселения знаю что кто тут живет непонятно но кто-то живет и тут вот этой трассы если по ней ехать это еще не здесь конечно вот именно по 90 трассе мы сейчас к ней приближаемся тут будет и Рамала где сидит я их не знаю кто такой Махмуд Аббас наверное Абумазан чем они отличаются или это один тоже человек каждый Абух тот и такой город древний Ерихон где там Ерихонская труба которая разрушила вот это тут когда-то тут были на базе у нас пацаны туда за водкой ездили хотя там арабы не это не бухают вроде мусульманам нельзя но как-то там из-под полы продавали ну вот сейчас еще одна такая достопримечательность вот написано даже это официальное место крещения Иисуса Христа есть еще туристическое там рядом с озером Кенеры но это чисто для туристов настоящее вот тут когда-то брали автобусную экскурсию там рассказывали что это открывается раз в год там что такое а еще уточню такой момент что я как обычно мимо него промахнулся развернулся поэтому повернул направо а если ехать в сторону Мертвого моря то надо повернуть налево там есть такой плакатик что-то там с баптистами связывал вот ну вот я с другом ездил в июне решили проверить повернули все открыто пожалуйста он слева опять и справа тоже плантации пальм каких именно непонятно как бы пальмы единственное что финиковые это понятно на них финики растут и падают но сейчас не сезон все рановато чуть-чуть позже и он там даже в Тель-Авиве там ну таких больших городах растут финики падают их летучие мыши ночью жрут прямо дофигища летучих мышей в центре городов тоже их никто не трогает но сегодня не судьба похоже закрыта я не знаю по какому принципу оно тут работает тут кстати ни в коем случае нельзя ходить бродить тут остались минные поля со времен этих войн всех 60-х 70-х годов мины там проржавели карт минных полей нету я ни сапер ни минер до меня загадка в чем их проблема разминировать хоть там проржавели эти все механизмы чертого знает но решили так оставить и время от времени здесь и на голландских высотах кто-то да подрывается я не знаю как они полностью еще не сгнились за столько лет тут наверное влажности нету не ржавеет тут это было кстати еще можно было попасть в Иорданию это была здесь по реке Иордан проходит граница с Иорданией вот я когда был в армии я патрулировал эту границу на джипах тут мало приятно в июне в открытом джипе еще и обязательной каске служить ну что делать но на базе база мелкая каменные бетонные домики но там кондиционеры на кондиционере даже холодно было а тут пекло но в отличие от российских советских армий там обязательно тебе воду втюхают даже не то что воду там лед такие кубики специальные холодильники которые эти кубики делают и ты не имеешь права выехать чтобы у тебя не было такого термоса с этими кубиками которые потом воду превращаются еще одной достопримечательностью этих мест является монастырь святого Герасима это православный монастырь Иерусалимского патриархата вот такая прикольная церквуха есть тут также церковная лавка по таким довольно демократическим ценам сюда привозят туристов которые едут например Селата куда на Кенере их очень много вариантов туризма могут даже с Египта везти в Иерусалим вот сюда их завозят по дороге в греческий храм и интересно что этот Герасим ходил со львом у него был лев который он там спас вытащил ему занозы занозу там слаб или несколько заноз лапы лев там ему был очень благодарен поселился в монастыре также был осел за которым даже лев его ухаживал оберегал а потом рабский купец стырил этого осла может не нарочно думал что он бесхозный и все подумали что лев его сожрал припахали льва делать работу этого осла воду носил ну вот нормальный герасим утопил муму попробовал бы этот герасим утопить вот такого левика муму ну левик хороший потом этот купец прошел лев его не сажал просто отобрал осла и привез его туда где он жил типа льва простили извинялись спасибо извини там наклеветали ой-ой-ой но все закончилось хорошо кстати этот монастырь он был в пятом веке но он немножко был не тут пару километров отсюда но потом его в шестом веке его именно перенесли сюда и кстати тут львы водились до шестнадцатого века вот такие львы черт его знает как они там не пожрали никого и куда они делись замочили всех вот не знаю отсюда может быть и пошло кстати этот церковь святого Герасима есть еще в Тель-Авиве в южном Тель-Авиве там граница с Яфа русский православный туда жители Тель-Авива носят там всякие пасхи освящать и так далее там такой русский батюшка так что все нормально ну в принципе тут стоит побывать посмотреть а мы едем дальше вот возвращаемся на 90-ю трассу направо север Кенерет налево юг далее попадаем на Т-образном перекрестке направо будет Иерусалим налево это Элат ну и сначала Мертвое море потом Элат еще один Т-образный перекресток там желающие могут пофоткаться с верблюдом я не знаю сколько лет тут держат или это один верблюд или их уже несколько верблюдов некоторое какое-то поколение верблюдов такое хлебное арабское место и не трогают араба почему угадайте сами если какой-то еврей придет к арабам будет там фоткать его в лучшем случае будут процентов 90 наверное бабок сдирать тут ничего стоит хоть это пограничная зона можно докопаться при желании но никто не трогает вот такая вот фигня ребята меньше слушайте телевизор где говорят что евреи там всех едят арабов и так далее и подумайте прежде чем поддерживать бедных несчастных обиженных арабов которых там едят по утрам кровушку их пьют несчастных а мы приближаемся к той дорожке я думаю после того перекрестка сделать еще одну серию там уже конкретно про Мертвое море и третью серию про Эллад мне как бы очень нравится я уже туда довольно часто езжу я уже забыл сколько раз ездил вот мне от дома сюда не так далеко километров 80 наверное я живу в такой маленькой израильской деревушке уехал от шума хочу тишины и вот мне так ближе через Палестину ехать хотя автомата нету и бронежилета дома тоже нет вот вот сейчас все вот эта трасса направо Тель-Авив ну Иерусалим Тель-Авив туда центр но в такие рабочие дни рекомендую ехать по этой 90 трассе потом на пятую через Ариэль но это если тишина и спокойствие сейчас наверное туда опасно ехать хоть воюют в Газе но все они там братья все Аллах Акбар чертого знает что там в головах если с детства научили ненавидеть евреев это по всему миру так вон Махачкала там тоже Аллах Акбар те же бабуины вон под те же крики Аллах Акбар бегали крушить аэропорт и я не знаю это замяли дело или пустили дело вон там такие всякие хабибы все это вот воздержусь от комментариев ну и поняли что я о них думаю призывают там типа простить и отпустить как борода чарал понять и прости хотя у меня такой вопрос а если бы они нашли евреям чтобы они чай пили с ними там показали потом на видео что там дети сидели было бы 7 октября в Газе то же самое в Махачкале я не думаю что было что-то другое милостливым Аллахом всепрощающим театром вот мы продолжаем потихоньку едем такие ну тут не особо живописные но это как бы Израиль какой он есть сюда не особо провели инфраструктуру но тут везде армейские базы так что не советую тут гулять и время от времени попадаются старые минные поля как я говорил они огорожены так что не суйтесь а то будет то что вы подумали вознесемся на небо путешественники впереди его там горы видны это уже Иордания и вот там вот примерно как если ехать прямо дальше никуда не сворачивая начинается уже мертвое море и там заканчивается река Иордан не знаю там священная не священная но вот она там но давайте ребята подписывайтесь на канал комментируйте лайкайте буду создавать еще видео материала у меня просто пипец как-то фига вот это конечная остановка этой трассы автозаправка вот надо повернуть направо чтобы ехать на мертвое море продолжать вот тут по традиции стоит верблюд где он там вон валяется или там дети бабки делают на туристах ну давайте желаю удачи до встречи